Привет, ребят! Я Настя, и, наконец-таки, видео про прически, которые вы просто обожаете. Я знаю. И поскольку мне капец как лень по утрам себе там что-то долго выплетать, в принципе, думаю, как и вам, я предлагаю максимально простые быстрые прически, которые подходят на учебу, на работу, в школу, в общем, на каждый день, которые делаются максимум одну минуту, представляете? И при этом они просто отпадные, серьезно. Так что, давайте не затягивать, и погнали! Итак, для первой прически делаем ровный пробор. Отделяем передние прядки и связываем тоненькой резинкой. Ну и собираем волосы с другой стороны, чтобы они не мешали. Теперь отделяем немного верхней части волос и завязываем хвостик. Далее делим его на три части и начинаем заплетать обычную косичку. Влетаем где-то до середины волос и фиксируем резинкой. Теперь беремся за вторую сторону и делаем все точно так же, как и с первой. Следите за тем, чтобы косичка со второй стороны была по длине такая же, как и с противоположной. Теперь можно снимать резинку с передних прядок, и так уже получше, правда? И последний штрих с косичками. Вытягиваем из каждой прядки таким образом, чтобы они казались объемнее. Мне кажется, это одна из моих самых любимых причесок. Опять-таки завязываем вместе передние прядки, но вы можете это пропустить. Теперь собираемся волосы в руку и начинаем их подкручивать по кругу, создавая при этом дульку. Завязываем плотной резинкой, чтобы все хорошо держалось. Но это еще не все. Теперь самое интересное. Нам нужно как бы немного вытянуть пряди по кругу всей дульки. Уже видно, что она становится более объемная. В этом и весь прикол. Буквально пару движений, и обычная дулька превращается в целую прическу. Да, нужно снова завязать передние пряди. Ну а что, с ними реально круче. Теперь зачесываем волосы назад и полностью уделяем верхнюю часть волос от нижней. И собираем верхнюю часть в высокий хвостик. Отделяем от хвоста маленькую прядку и начинаем закручивать ее вокруг себя, чтобы спрятать резинку, и прическа выглядела более стильно. Закрепляем это все шпилькой. У меня, кстати, держится целый день даже с одной штучкой. Осталось только распустить наши передние прядки, и прическа готова. Расчесываем волосы. И делаем пробор ровно по серединке. Опять-таки завязываем вторую половину волос, и откидываем назад, чтобы не мешали. Теперь делаем низкий хвостик с другой стороны. Берем тонкие резинки и по одной завязываем по всему хвосту. Теперь нужно вытянуть из них прядки, и прическа становится более объемной. Ну и со второй стороны все точно так же. Кстати, эта прическа сейчас супер тренд, если вы не знали. И последняя прическа. Делаем ровный пробор. Теперь где-то в середине волос отделяем одну маленькую прядку, и начинаем плести из нее косичку. Кстати, в этой прическе она должна быть маленькой. Фиксируем резинкой. Теперь прям под низом верхней косички плечем такую же вторую. И кстати, хочу вас позвать свой инстаграм. Не хочу говорить, что у меня там все капец как полезно, но точно могу сказать, что вайбово, и иногда даже смешно, если одна из твоих шуточек получилась, конечно. Так что у тебя есть классный шанс подписаться. Так, а теперь берем такую же резинку и связываем ею две наши косички. И теперь просто потягиваем верхнюю косичку чуть наверх, чтобы получилось такое ушко. Ну и со второй стороны все точно так же. И у нас получилась, наверное, самая милая прическа, ну реально. С ней можно и на учебу, и на какой-то праздник. Ну и на этом все. Так что не забывай про свой пальчик вверх, и подписывайся на мой канал. А еще я вас уже жду в своем инстаграме. И помните, я вас безумно люблю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok